Валяние шерсти – один из самых популярных видов рукодельного творчества в Загривском сельском доме культуры. Пушистой глиной так можно назвать этот художественный материал, которым увлеклись рукодельницы-валяльщицы под руководством Нины Владимировны Пантелеевой, участницы Сланцевского фестиваля народных промыслов «Мастеровая слобода». Когда пригласили меня в феврале месяце на кружок, мы решили заниматься чем-то необычным и решили попробовать валяние. Женщины согласились, мы приобрели шерсть и начали потихоньку ваять. Или валять. Валять и совсем не дурака. Занятие это очень трудоемкое, но настолько приятное, теплое и пушистое, что в итоге получается самое разнообразное изделие. В Загривском сельском доме культуры начинались изготовления самых простых прихваток. А теперь мастерицы-валяльщицы легко могут валять домашние тапочки, сувенирные валеночки, игрушки, панно, картины и различные аксессуары. Как увлеклась Нина Владимировна этим видом творчества и подарила своим землякам новую возможность для самовыражения. Еще в 2011 году мне очень понравились работы. Я случайно увидела такие небольшие, даже не прихваточки, даже не под горячие подставочки. Вот такие маленькие-маленькие, наверное, 7 на 7. Я подумала, почему я не смогу это сделать и решила этим заняться. Попробовала, у меня получилось. И сначала мокрое валяние, потом сухое, потом смешанное валяние. То есть фельдцевание – это когда иголочкой работаешь. Иголочка – это тоже очень занимательно, очень интересно. Но когда мокрое валяние, это получается прямо на глазах сразу. Это красиво. И вот снова на вопрос, что вдохновляет нашу мастерицу на создание замечательных изделий из овечьей шубки, в ответ красота сланцевской природы. По образованию Нина Владимировна – технолог швейного производства. И ей не составляет особого труда представить конечный результат своего творчества. Художественную школу я не заканчивала, но так как у нас техникум службы быта был, у нас был рисунок, был пейзаж. Нам это преподавали, история костюма, и это тоже все подразумевало, что-то вот какие-то манисты, какие-то шапочки, также валенки – это все костюм. Наверное, почти каждый из нас помнит, что когда-то в детстве он носил зимой валенки, в которых так было тепло и уютно. Валенки, шапка-ушанка и матрешка – это все символы России, добавила к этому списку мастерица Нина Владимировна Пантелеева Деда Мороза. Дед Мороз, я просто его сама придумала, мы валяем конус, мокрым валянием, делаем шаблон, и так как валеночки валяются, то с другой стороны раскладываем шерсть и валяем. Потом он-то высыхает, мы разрезаем, наполняем синтепоном и начинаем валять иголочкой. Делаем шапочку, делаем воротничок, ручки и все вот в цвете, так сказать, одеваем Деда Мороза. Нина Владимировна Пантелеева, мастерица фелтинга, создает чудесные теплые изделия в технике валяний шерсти. Участница районного фестиваля народных промыслов – мастеровая Слобода.